Кавказского федерального круга Карапетян Вес 66 кг Идут еще предварительные встречи Хочу напомнить, что на этом чемпионате утешение Будет от восьмерки То есть до восьмерки спортсмен, который проигрывает Покидает соревновательный этап Звучит команда Матэ И обоим спортсменам дают замечание Шида за блокирующий захват Ну тут нет оценки Так как атаку начал Сейчас судьи просмотрят еще раз, убедятся Я думаю, что не было направления движения Изменения направления движения Сейчас судьи вместе с комиссией и просмотрят эту ситуацию еще раз Хочу напомнить, что правильно, все хорошо Сейчас ввиду применяется такая кер-система называется То есть в очень сложной ситуации Можно не один раз просмотреть Чтобы правильно вынести решение Еще одна атака Но безрезвестатная Спортсмен Синий Джудоги пытался перевести В партере на удержание Ну задержался чуть-чуть И арбитр объявил команду Матэ Продолжается борьба на край рабочей зоны Вот Второй сюда получает Спортсмен Белый Джудоги Атакует белый Спортсмен Синий Джудоги Но Опять же безрезвестатно на краю рабочей зоны Поэтому арбитр объявляет Матэ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! пока еще на табло висят замечания оценок нету но по замечанию пока ведет представитель сейчас может быть и свободный выход могут за это наказать да есть свободный выход нельзя становиться спиной зоны безопасности надо бороться в центре это негативный дзюдо это уход от борьбы поэтому за это арбитр наказал еще один свободный выход сейчас посмотрим приметное решение нет он его пока устно предупредил если еще раз такое будет а теперь замечание получают сюда из синие дзюдо за неведение борьбы сейчас ошибаться джидаются белые дзюдо ни в коем случае нельзя так как это чревато ему красной карточкой как говорится дисквалификации четвертое замечание это уже хансо кумаке и он проиграет встречу борьба шла накрою рабочую зону но так как они оба находились еще зол в желтой зоне команды моты не было так как как они покинули эту зону арбитр обвил команду моты до конца встреч остается 30 секунд вот эта фальш атака арбитр дает команду заправиться спортсменам и скорее всего последует наказание хансо кумаке так как по правилам по этикету дзюдо надо перед тем как объявлять хансо кумаке надо нет продолжать всю встречу мое мнение было там у белого фальш атака и надо было правильно было бы вот тут нет не было контроля полного поэтому и не дали оценку спортсмен завалился все эта встреча подошла к концу на табло одни замечания как говорится по замечаниям победил спортсмен синие дзюдоги карапетян представитель северокавказского федерального округа а а а